В пятницу 5 мая 1972 года, около 22 часов 30 минут вечера, сотрудник морга Георг Вурм сидел в своей служебной квартире рядом с крематорием на западном кладбище Нюрнберга и смотрел телевизор. Профессиональная проблема беспокоила его в течение нескольких недель, в том числе и после работы. В конце апреля родственники усопшего обратились к нему с жалобой на то, что обручальное кольцо и другие украшения покойного не были возвращены. Родственники усопших часто ошибались. Обычно пропавшие вещи позже обнаруживались в домах умерших или во время транспортировки тел. Драгоценные предметы изымались в качестве меры предосторожности и хранились для передачи родственникам. С тех пор, как пивная касса, общая копилка персонала кладбища, была найдена разбитой на столе в зале ожидания, Вурму стало ясно, что в коридорах и комнатах здания в поздний час орудовал вор. Георг Вурм, бывший солдат Второй мировой войны, предполагал, что вора следует искать среди сотрудников кладбища, поскольку на дверях не было обнаружено никаких следов взлома. Чтобы не создавать лишнего шума и не портить репутацию всего персонала, Вурму по-прежнему держал инцидент в секрете и намеревался сам найти виновника. Он хотел покончить с этим делом миром, вернуть украденные драгоценности, наказав негодяя несколькими пощечинами. Внезапно зазвонил телефон. Пенсионерка, жившая напротив восточного входа на кладбище, увидела темную фигуру, снующую между могилами. Женщина хотела предупредить Вурма о злоумышленнике, но Вурм спокойно принял намек к сведению и с мрачной решимостью отправился один. Он тихонько прокрался в кабинет на первом этаже и стал ждать. Незваный гость уже находился в морге, где царил полумрак. Неизвестный мужчина, словно что-то почувствовав, остановился, быстро обернулся, увидел Вурма и, спотыкаясь, спустился по ступенькам к выходу. В качестве меры предосторожности он вытащил пистолет. Георга Вурма охватил гнев. Он сердито протащил незнакомца на три метра в рассеянный свет у лифта. Это оказался незнакомый мужчина невысокого роста, около 30-40 лет, в очках на курносом носу. Вурм поднял руку и уже собирался несколько раз ударить незваного гостя, как вдруг раздался выстрел. Георг Вурм схватился за левую верхнюю часть живота. На рубашке начала появляться теплая и липкая лужица крови. Воспользовавшись этим моментом, стрелок сбежал. Вурм смог на четвереньках доползти до служебного телефона и вызвать полицию. Он серьезно не пострадал. Он запомнил внешность нападавшего и сообщил все детали полиции. На следующее утро 6 мая полиция и служба идентификации использовали компьютерную базу данных для проверки. Всех могильщиков, сексуальных преступников, специалистов по вскрытию трупов и нарушителей кладбищ, уже известных полиции. Несколько часов спустя 50 сотрудников уголовного розыска были переведены из других отделов, чтобы начать проверку алиби. Всех волновал один вопрос, нанесет ли неизвестный стрелок с кладбища еще один удар. Ответ пришел в тот же день на опушке леса, примерно в полутора километрах от деревни Линденбург, в районе Лауф-Пегниц к востоку от Нюрнберга. Там был припаркован светло-серый Мерседес. Влюбленные 24-летний Маркус Адлер и 19-летняя Рут Лисси спали в нем после пикника. Выяснить, где находились молодые люди, удалось к 6 часам вечера. Позже инспекции государственной уголовной полиции Швабаха удалось восстановить постепенно разворачивающуюся драму. Неизвестный подкрался к припаркованному автомобилю на расстоянии 5 метров. Он увидел парня и девушку, которые спали. Молодой человек на переднем сидении, а его возлюбленная на заднем. Тайный наблюдатель был осторожен. Он быстро подошел к машине и открыл левую переднюю дверцу. Маркус Адлер проснулся и удивленно посмотрел на незнакомца. И тут раздался первый выстрел. Пуля пробила голову молодого человека над правым глазом. Он умер мгновенно. Охваченная ужасом, черноволосая девушка присела и на мгновение заглянула в глаза своему убийце. Он выстрелил снова. Пуля пробила ее левую грудь. Рут Лисси также умерла в считанные секунды. Неизвестный злодей, желая удостовериться, наклонился к машине и снова всадил пули в головы обоим мертвецам. Затем его злой порыв вырвался наружу, что вскоре принесло ему прозвище Нюрнбергский вампир в иллюстрированных изданиях и прессе. Он забрался в машину и высосал кровь, сочащуюся из ран молодого человека, а затем перебрался на заднее сиденье. Там он разорвал свитер девушки, задрал ее лифчик и слезал кровь с ее огнестрельного ранения. Дьявольская оргия продолжалась 10 минут. Затем убийца почувствовал облегчение и прилив сил. Находясь в сильном сексуальном возбуждении, он заметил, что за ним наблюдают издалека. Тогда он быстро снял обручальное кольцо с пальца мертвой рут, достал бумажник Маркуса из бардачка машины, а затем исчез на своем мопеде. Наблюдавшись за происходящим, свидетель оказался местным охотником. Он подбежал к машине и заглянул внутрь, но сразу понял, что любая помощь бессмысленна. Мужчина выстрелил из дробовика в надежде, что находящиеся поблизости фермеры поспешат сюда и останутся на месте, пока он сообщит в полицию, но реакции не последовало. Охотнику пришлось пройти полтора километра до ближайшей телефонной будки. Охотник и служащий морга Георг Вурм видели лицо убийцы. Охотник также сообщил, что мопед, на котором скрылся неизвестный, был красного цвета. Тем временем поиски убийцы были в самом разгаре. Быстро стало ясно, что оружие, использованное неизвестным на западном кладбище, было идентично оружию, из которого была убита молодая пара. Начальник отдела по расследованию убийств Эмерам Даухер взволнованно воскликнул. «Наш человек должно быть сумасшедший, ребята! Он стрелял в трех человек в течение 21 часа. Мы должны действовать быстро, иначе смертей будет еще больше!» В сотрудничестве с полицией Швабаха была сформирована группа «Соколиси», которая первая объявила о розыске общественности. Разыскивается мужчина в очках, невысокого роста, ездит на красном мопеде. Награда – 6000 немецких марок. Южный полицейский участок связался с ними на удивление быстро. Некий Курц, сказал глава службы безопасности, несколько минут назад объявил, что его коллега Куну Хоффман, который в точности соответствует описанию в газете и имеет красный мопед, неожиданно не явился на работу ранним утром, заявив, что хочет поехать в Гамбург. Через несколько минут к указанной кампании подъехало 4 патрульные машины. Шестеро мужчин в форме оцепили территорию, а двое ворвались во двор. Подозреваемый покинул территорию и спрятался за грузовиком, но полиция быстро его выследила. Он хотел сбежать, но наручники сомкнулись на его запястьях. Сотрудники кампании пришли в ужас. Как может симпатичный глухонемой Куно, который носил ящики за ничтожную сумму в месяц, быть преступником? Это невозможно. Это должно быть ошибка. Пока коллеги Куно Хоффмана ломали голову над полицейской операцией, начальник отдела по расследованию убийств Эмиром Даухер с нетерпением ждал встречи с подозреваемым. Он волновался, и не без оснований. Подозреваемый оказался глухонемым. Это означало, что лучшее оружие Даухера во время допроса, личная беседа не могло быть использована. Переводчику всегда приходилось сначала переводить вопросы, предложения и так далее с помощью мимики и движения рук в безмолвный мир подозреваемого в двойном убийстве. Это определенно не был способ завоевать доверие, а без доверия признание всегда было бы вопросом удачи. Перед первым допросом Эмиром Даухер ждал до 18 часов вечера. К тому времени улики были собраны. С этой целью команда специалистов в Соку-Лисси была направлена на обыск квартиры подозреваемого, где были обнаружены красный мопед и обручальное кольцо Рут-Лисси. Эмиром Даухер немедленно начал настоящий допрос с вопросами и ответами. Невысокий мужчина в сером костюме смутился и явно начал врать. Допрос длился 50 бесконечных минут, в течение которых подозреваемый Куну Хоффман все больше и больше запутывался во лжи, а затем отвечал поэтапно и совершенно сбивчиво. Зазвонил телефон. Следователи сообщили, что нашли связку ключей от крематория на западном кладбище. Однако пистолет калибра 7,65 мм по-прежнему отсутствовал. Эмиром Даухер в отчаянии повесил трубку. Ему сказали продолжать ждать и задавать вопросы. Примерно в 19 часов вечера офицер, обыскивавший дом, заметил стиральную машину и решил ее разобрать. Внезапно в его руках оказался пистолет чешского образца калибра 7,65 мм. К этому времени Эмиром Даухер уже прекратил официальный допрос и немедленно сообщил новость о найденном пистолете прямо в лицо Куну Хоффману. Выражение лица подозреваемого стало дерганным. Его губы начали дрожать, после чего он начал неуверенно говорить, разводя руками. 20 минут спустя Эмиром Даухер получил долгожданное признание. Это означало, что Куну Хоффман признался в двойном убийстве и покушении на убийство. Команде специалистов в Соколисе предстояло проделать большую работу в ближайшие дни и недели. Куну Хоффмана необходимо было допросить по ряду нераскрытых преступлений, которые были похожи на его почерк. Свидетелям-экспертам и суду также пришлось восстанавливать резюме Хоффмана из горы материалов дела. Эмиром Даухер был шокирован и проникся жалостью к этому резюме. Детство Куну Хоффмана было создано для того, чтобы вырастить жестокого человека. Родившийся в 1931 году в Баварии в семье жестокого отца и властной матери он очень часто подвергался жестоким избиениям. Когда ему был всего год, отец положил его в мешок, чтобы выбросить. Побои были настолько жестокими, что Куну потерял слух и в результате почти все свое свободное время проводил в изоляции, пытаясь избежать гнева отца. Его отец был пьяницей и бездельником. Он виделся со своими сыновьями, Куну и Георгом, только в перерывах между длительными пребываниями в тюрьмах. В эти периоды свободы он жестоко и регулярно избивал обоих мальчиков. Все прекратилось в 1940 году, когда произошел неприятный инцидент, в результате которого деспотичный пьяница избил девочку. Жена указала на него и развелась с ним. После восьмого класса школы для глухих Куну Хоффман пошел учиться на сапожника, но вскоре бросил учебу в порыве гнева. В сельскохозяйственном поместье города Нюрнберга он считался трудолюбивым работником, однако его уволили, когда он потребовал дополнительной оплаты. Его криминальная карьера началась с кражи велосипеда в 1949 году. Находясь на свободе с 50-х годов, он перебивался случайными заработками. С 1956 года суды пытались вылечить Куну, поместив его в медицинские учреждения. Как и в случае с его учителями и тренерами, тамошние врачи не смогли сформировать четкого представления о природе замкнутого человека. Иногда он был доброжелателен, иногда реагировал хитро и бунтарски. До своего ареста в 1972 году Куну Хоффман провел в общей сложности 9 лет в тюрьме и еще 9 лет в санаториях и домах престарелых. Из последних он совершал побеги в общей сложности 12 раз. Что подразумевалось под занятием любовью, он узнал из порно-журналов, фильмов и борделей. Проститутки никогда не проявляли к нему никакой привязанности и просто быстро делали свое дело. Он читал безразличия на их лицах, но он хотел, чтобы его любили. Невысокий, в черном свитере и коричневых брюках, он время от времени ходил в рестораны, пил пиво и ел сытные блюда франкунской кухни. Ему нравилось ездить на своем красном мопеде в лес и стрелять по мишеням из пистолета. Но были и другие причины для этих дальних поездок, помимо тренировок по стрельбе. Куну Хоффман хотел увидеть кровь. Кровь, которая должна была сделать его красивым и сильным. Возможно, помочь ему слышать и говорить. Прежде всего, предполагалось, что это даст ему власть над женщинами. Куну Хоффман верил, что смешав кровь мертвой женщины со своей, он сможет оживить ее, чтобы она была с ним. Он украл связку ключей у медсестры в приюте, инсценировал внутридомовую кражу, чтобы получить доступ к холодильной камере, в которой лежали тела недавно умерших людей. Хоффман признался в манипуляциях с трупами и ряде других преступлений от поджога до кражи со взломом всего через несколько недель после своего ареста. В 1966 году в Гамбурге Куну Хоффман нашел книгу «Черная магия» у торговца поддержанными товарами. Одинокий и сексуально неудовлетворенный, он обратился к оккультизму. Изучая эту книгу, он стал особенно одержим ритуалами, связанными с некрофилией и вампиризмом. Убежденный, что применение этих ритуалов на практике сделает его красивым и сильным, поможет ему слышать и говорить, он выбирал своих жертв, основываясь на последних некрологах. У него были копии всех ключей западного Нюрнбергского кладбища, что упрощало дело. Куну Хоффман объездил всю Германию. Однажды, как он позже рассказал полиции, он вырезал сердце мужчины в похоронном зале в Тройхтлингене и тщательно осмотрел его. В другой раз в Плейнфельде он вскрыл брюшную полость женщины и осмотрел ее кишечник. Интимные части тела умерших представляли для него лишь второстепенный интерес. Сначала Куну Хоффман проявлял упрямство на допросах, нагло лгал, а затем перешел к другой тактике. Однажды он разгромил мебель в своей камере. Позже он вдруг захотел стать племянником британской королевы, требовал крови у молодых женщин и угрожал адвокату, что отрубит ему голову и бросит ее в собачью миску. Он также написал письмо папе Римскому с требованием вернуть орудие убийства, с помощью которого он хотел оживлять мертвых. Первое судебное разбирательство провалилось. Эксперты-психиатры спорили о пригодности Куну Хоффмана для судебного разбирательства. Поэтому судья приостановил судебный процесс на два года. Куну Хоффман провел это время в специальной клинике в Гамбурге и психиатрической клинике исправительного учреждения Штраубинг. Когда он снова вошел в зал суда, 19 июля 1976 года, он выглядел нормальным. Теперь Куну Хоффман заявил, что выстрелы, произведенные на западном кладбище и в лесу Блеслин-де-Бурга, были чисто актом самообороны. Якобы Маркус Адлер застал его врасплох во время тренировки по стрельбе в лесу и выбил пистолет у него из рук. Эксперты-психиатры снова задались вопросом, относится ли этот подсудимый все еще к категории психически здоровых. Команда защиты настаивала, чтобы Хоффман был пожизненно заключен в психиатрическую больницу. Но обвинение полагало, что подсудимый был достаточно проницателен, чтобы путешествовать по разным городам, совершая свои преступления, часто методично планируя их. Под председательством суди Эггана Шиллера присяжные наконец вынесли решение после восьми дней изнурительных слушаний. Куну Хоффман получил 10 лет за стрельбу на западном кладбище и два пожизненных заключения за убийство молодоженов. В 1977 году на экраны вышел фильм Марьяна Давида Вайда под названием «Москит. Жажда крови». Фильм был основан на событиях, связанных с делом Куну Хоффмана. Герой фильма работает в обычном офисе, выполняя бесцельную монотонную работу. Из-за своей замкнутости и глухоты он является объектом насмешек коллег по работе. В свободное время он любуется куклами в своей комнате, ходит в ближайший морг, где открывает гробы, прикасается к трупам, отрезает им головы, вырывает глаза и высасывает кровь из мертвых стеклянной трубочкой. У него тоже есть любовь. Девушка, живущая по соседству, тоже не совсем психически здоровая, которая любит одеваться как белоснежка и танцевать, не замечая окружающего мира. Субтитры создавал DimaTorzok